всем привет дорогие друзья из аланьи вам наверное непривычно видеть меня в шлеме потому что уже около года мы с вами не катались на мопеде и сегодня мы прокатимся скорее всего в последний раз на нашем супер электромопеде почему потому что мы решили его продать почему мы решили его продать потому что после того как айхан получил права год назад на этот мопед мы практически не садились прошел год мы его не использовали мопед в отличном состоянии батареи супер и мы решили все-таки его продать и сегодня прокатимся с вами до дам латаша на нашем супер мопеде и в этом видео я вам расскажу о особенностях электрических мопедов и почему электромопед это один из лучших видов транспорта в городе но для алании для анталии так точно поэтому присоединяйтесь к нам едем на дам латаш говорим об электромопедах и конечно же будем наслаждаться морем в нашем автопарке побывало 5 электромопедов и вот этот электромопед это самый классный и самый мощный он представляете может довести на аланийскую крепость двух человек совершенно без каких-либо проблем ну конечно же со временем он немножко по износился из-за солнца например пожелтела вот это вот вот этого пластиковая крышка ну и конечно же немного по износился по износила сидушка но это не проблема всеми вами любимые наши шлемы очень классные покупали мы их на алиэкспрессе сейчас я вчера смотрела они стоят 200 лир 2000 рублей но они супер супер прочный поэтому кому нужны шлем обязательно берите есть много разных цветов но и конечно же в этом видео я вам расскажу о том что представляет из себя электромопед и самое главное как пользоваться электромопедом как его правильно заряжать чтобы батареи электромопеда не садились вот этот электромопед у нас уже четыре года и батареи сели всего на 85 процентов потому что мы их правильно заряжали и правильно эксплуатировали электромопед то есть если он прослужил четыре года он прослужит еще лет пять при правильном использовании так точно называется наш электромопед rmg марка rmg moto густо и модель монтана 3000 если будете покупать электромопед обратите внимание на эту марку это очень качественная и классная марка дорогие друзья и вот в такой прекрасный осенний день мы встретились со светланой и антоном которые приехали из москвы москвы расскажите пожалуйста как вас занесло воланью в ноябре месяце осень это наше любимое время года в турции очень нравится все именно в ноябре мы как раз год назад тоже приезжали но не воланью в анталию и в стамбул еще ездили нам очень понравилось прямо никого нет улицы пустые красота ходишь сам себе предоставлен единственное конечно море прохладненькое но светлана не купается я все таки окунусь вот сегодня даже пойду мы приехали на 6 ночей потому что я работаю неделю через неделю и вырваться на какой-то более длительный срок не получается в алании мы успели посмотреть мы поднимались на крепость на гору поднимались прямо до цитадели где балкон смертников очень интересно естественно мы гуляли по пляжу клеопатра кстати там запутались и вместо того чтобы спуститься обратно на фуникулере хотя покупали билет туда обратно где-то не там свернули и собственно вышли с другой стороны горы так что сами того не планировав посмотрели на то что находится по ту сторону но еще планируем побывать пещерах и вот на два дня мы выбирались в анталию рядом с нашим отелем называется kleopatra sunlight находится от агар и оттуда как раз мы на автобусе автовокзал мы как раз съездили оттуда вот в анталию там встречались тоже с нашими любимыми блогерами анастасия ну и конечно же наши дорогие подписчики все кто приезжает привозят айхану что подарки шоколадки с небольшой президент айхан покажи что там покажи зефир шоколад ой это просто вкуснятина спасибо вам огромное так как это терпели уж очень хотелось самим съесть но мы держали себя в руках спасибо в турецкой кухне я вообще люблю очень очень люблю все мне нравится вот эти вот котлеты кефты мне очень нравится баклава вообще все сладости я научилась готовить сутлач да это рисовый пудинг очень мне нравится соли вчера я впервые попробовала менингич вот этот кофе из фисташкового порошка очень мне понравился вообще очень люблю турецкую кухню но вот к сожалению сейчас кафе только на выноса прям получаем удовольствие вот это прямо беда потому что мы любим посидеть то там то там хотели съездить на реку дим чай там какие-то вот видели тоже у многих блогеров прекрасные кафешки но сейчас не имеет смысла туда ехать у нас все закрыто светлана готовит мы дома пробуем плюс у нас есть небольшой мы начали вести канал свой на ю тубе называется три билета подписчиков пока немного но надеемся их станет больше в ближайшее время в общем снимаем свои путешествия в турции мы были много раз даже не сосчитать но и в анталье в алании первый раз а так были конечно сидей бодруми хочется узнавать больше эту страну потому что очень интересно это на самом деле турция это не отель и не пляжный отдых это гораздо больше интереснее в общем на нашем канале три билета наши небольшие путешествия и плюс начали снимать ролики о том как света готовит турецкую еду но я думаю что турецкой кухни мы не остановимся давит светлана и будем осваивать может кавказскую или еще что-нибудь пожелаем ребятам удачи приезжайте приезжайте в аланию и летом и зимой когда сможете но конечно же вы тоже приезжайте и когда приезжаете путешествуйте как светлана и антон знакомьтесь с людьми которые здесь живут потому что здесь сюда приезжают и здесь живут невероятно интересные люди ну а мы продолжаем с вами рассказ об нашем электромопеде ну и конечно же друзья я не могу вас оставить без океана без моря сейчас мы с вами спустимся опять на самый самый красивый берег средиземного моря сегодня пятница сейчас 12 часов дня погода пасмурная и на пляже никого а Сначала я хочу вам рассказать о том, как устроен электромопед и как им пользоваться. Электромопед устроен на самом деле очень просто. Есть несколько скоростей. Сейчас я вам включу и покажу. Мы в основном ездим на второй скорости и есть самая высшая скорость. Но на второй скорости ездить самая комфортная. Здесь также есть вот такой вот переключатель скоростей. Можно пользоваться сигналом. Можно, когда ты ездишь, нажимать поворотники. Вот вы видите поворотник вправо, поворотник влево. Также можно включить большой фонарь. Можно его выключить, когда не темно. В этих мопедах также есть, конечно же, зеркала. Вот эти вот зеркала заднего вида справа и слева. Здесь также есть экран, на котором показывается ваша скорость и сколько вы проехали километров. Он чуть-чуть пожелтел, но этот экран можно снять, почистить и он будет в прекрасном виде. Как вы видите, наш мотор, наш мопед был серенький, но из-за солнца, естественно, краска, вот эта вот вся краска слезает. Также у мопеда есть два багажника. Кстати, очень большие и вместительные. Здесь у нас хранится зарядка. И здесь также есть вот такой вот предохранитель. Закрывается автоматически. И есть также вот такой вот большой багажник, где хранится тоже, может храниться каска, очки, ну и так далее. Все, что необходимо. Как вы видите, опять же, вот здесь вот на мопеде у нас потрескалась немножко краска, но это как раз из-за того, что мы его используем уже 4 года. И, естественно, от солнца потрескалась и краска, и разошлись швы на сидушке. Но это все исправимо. Новую сидушку можно купить. Стоит она порядка 100 лир, то есть 1000 рублей. Каким образом еще пользоваться мопедом? Очень просто. Вот такой вот ключ зажигания. Вставляешь его вот сюда. Поворачиваешь. Обязательно нужно убрать подставочку. Убираешь эту подставочку. Вот она здесь находится. Потому что если именно на этом мопеде, если ее не убрать, он не поедет. Убираешь. И выбираешь здесь скорость. И можешь ехать куда тебе удобно. На самом деле, как вы видите, мопед едет за счет поворачивания вот этой вот ручки. Вот таким вот образом. Конечно же, здесь есть тормоза. Тормоза очень качественные, упругие. И за счет поворачивания ручки, то есть когда ты начинаешь ехать, ты очень плавно поворачиваешь ручку, и мопед едет. Но поскольку этот мопед очень сильный, я на нем не ездила уже, наверное, год, нужно было мне чуть-чуть к нему привыкнуть. В общем, никаких других особенностей в строении и использовании этого мопеда совершенно нет. Да, мы уже 7 лет назад электричество мопеда купили. У нас есть маленький поворачивания, маленький поворачивания, а затем еще маленький поворачивания. Это была анастасия, который использовал мотор. Сейчас мы его покупали, потому что уже не нужны. У нас уже не нужны, потому что у нас не нужны. У нас есть проблем нет. 5500 литра, мы думаем, что мы покупаем поворачивание. Мы думаем, что мы продвигаемся. Сейчас, как они новая, как они новая, вот такие новые моторы, 9000 лирадан более чем 10,000 лир, около 10,000 лир, 12,000 лир. Конечно же, друзья, многих интересует, каков срок годности батареи у этих электромопедов, как быстро они ездят, сколько километров проезжать день. Наш мопед очень мощный, и скорость у этого мопеда до 40 километров в час, и в день, даже не в день, а на одном заряде он может проехать от 45 до 60 километров. Что касается батарей. Купили мы этот мопед в 2016 году, сейчас у нас конец 2020 года, и мощность батарей мы использовали всего на 15%, то есть на 85% батареи в этом мопеде в отличном состоянии. Буквально на днях мы отдали его проверить все, что неисправно, его просто смазали, потому что мы год не использовали. И самое главное, когда вы покупаете электромопед, это то, как вы заряжаете батареи, как вы тратите электричество, когда вы ездите, и также каким образом вы ездите. Если вы ездите очень жестко и быстро, то, конечно же, электричество засходуется быстро, и батареи приходят в негодность. Если вы ездите очень мягко, плавно и аккуратно, правильно заряжаете батарею строго 8 часов, не больше, не меньше, когда зарисходовали батарею, ночью поставили, зарядили и дальше поехали. очень аккуратно пользуетесь вот этой вот рукояткой газа. В общем, следите за мопедом, отдаете его постоянно на смазку, на проверку всех его функций в течение, ну, раз в два месяца. Стоит это недорого, стоит это около 50 лир, то есть 500 рублей, то тогда ваш мопед будет служить вам очень долго. И, как я уже сказала, на этом мопеде батареи работают 4 года, и израсходовано всего 15% их способностей. То есть еще 5 лет, совершенно спокойно на этом мопеде можно кататься. В общем, он такой вот красивый, марку я вам уже показывала, это RMG Moto Gusto, и модель называется Montana. и очки. А, можно включать, выключать. У него гундюз фара он всегда очень очки. На этом мопеде всегда включена вот эта вот фара, для того, чтобы освещать, а ночью можно сделать ее еще мощнее, мощнее здесь есть вот такая вот кнопочка. теперь, что касается цен на электромопеды. Этот мопед мы покупали 4 года назад, и сейчас такой мопед, новый мопед стоит порядка 8-9 тысяч лир, то есть это 80-90 тысяч рублей. Как Айхан уже сказал, мы его собрались продавать, но он в отличном, в идеальном состоянии. мы поменяли здесь все, что только можно было. Новый покупатель, который захочет его купить, может его просто покрасить или оставить так же, и поменять сидушку, сидушка стоит 100 лир, тысяч рублей. продаем мы его за 5500 лир, то есть за 55 тысяч рублей. В общем, вот такая вот простая математика, и самое главное, пользоваться аккуратно. Дорога, мы посещаем, новый колбард. Продолжение следует... ...эта 2,0 тысяч рублей на 3 части. Дорога, в ренте 1,0 тысяч рублей на 3 части. У меня с hvis посещения ценой достаточно хорошей. Стирации от 2 до 5 лет, облашения и ресторанной работы на 3 части. Да, друзья, поэтому мы тоже очень довольны нашим электромопедом и советуем вам, если вам понадобится транспорт, обязательно рассматривайте электрический транспорт. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Спасибо, что нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok